всем привет мои хорошие я думаю вы уже посмотрели видео про мошенников орхидейных сейчас где-то тут вверху будет вот наверное подсказочка то она это видео ссылочка также она будет в инфобоксе внизу в описании видео и конечно же в конце ролика тоже обязательно появятся рамочки и там будет ссылочка на это видео там я рассказывала о предупреждала вас скажем так что не ведите сейчас на что они сейчас давят и какие вообще обманы бывают так а сегодня вот хочу вам рассказать о том как я с этим столкнулась что да как как меня мошенники ловили на что я попалась на что и не попалась бывает на самом деле всякое имен называть сегодня не буду может только парочку потому что на самом деле они меняют имена они меняют почту они меняют название групп много чего они меняют поэтому не всегда их так легко поймать и палятся они на разном например на номере карты очень часто они палятся но об этом не будем рассказываю что было у меня и так вообще на самом деле я не так много попадалось потому что у меня есть такой мой пунктик я себе выбираю продавцов и я покупаю у них и даже если ко мне кто-то приходит и говорит вот я продаю то же самое но у меня там дешевле на 20 гривен даже на 50 я не ухожу потому что ну я уже сотрудничаю с этими магазинами много лет с кем-то лет 8 с кем-то лет 5 я ухожу от таких магазинов только если у них падает качество вот собственно у меня такое случилось я отказалась от двух поставщиков орхидеи перестала у них брать потому что на мой вкус у них упало качество и она того уже не стоит так но возвращаясь значит как меня мошенники нагрели на самом деле нагревать меня мошенники начали как ни странно вот на заре собирательства орхидеи нет я не попадалась я попалась за последние два года несколько раз до моей истории но значит одна самая первая история очень милая девушка все прекрасно у нее орхидейки в основном гибридные полинопсисы приятное в общении звезд с неба знаете не хватало не грузила терминами то есть просто девчонка которая просто собирает просто решила продать деток со своих орхидей и мне захотелось как раз только вернулась опять в орхидеи только начала заново собирать свою коллекцию у нее было несколько таких эквестрисов самых обычных простых ничего такого я решила купить деток и в принципе там было недорого 100 120 150 гривен в общем купила я у нее приехала листья похоже да я понимала что это не совсем эквестрис это вот эти эквестрисные гибриды которые часто продаются под именем просто эквестрис вот знаете трейнбл чип или вот эквестрис вайлд пинг можно встретить эквестрис грас который на самом деле не грас но его так все подписывают не суть в общем купила купила листья в принципе похоже и вот я начала замечать что что-то не то потому что листья при моем освещении искусственном начали сильно загорать в вишневый цвет ну думаю нет какой бы темный не было эквестрис листья у него не загорают но это вот такая особенность не дает как раз цветка вот такие оттенки на листья ну что ж дождалась я первого цветения и там вообще мимо то есть ну даже не гибрид секвестрица там совсем совсем другое симпатичная орхидейка но как бы я хотела не то я до сих пор я не стала выяснять отношения за 120 гривен я надеюсь на то что у нее было много деток и она просто перепутала стаканчики но если она не перепутала стаканчики а вот собственно специально положила вот так вот то ну бог ей судья вот такое вот маленькое мошенничество и она часто встречается да действительно вы покупаете одни орхидеи а продают вам другие и многие говорят боже мой но она продавала потом по 90 гривен за детку ну что же она уже разве того стоит вот мошенники женишь на большие суммы кидают нет мошенники кидают на любые суммы и очень часто например происходит бум какого-то полинопсиса кто-то хочет очень сильный именно этот полинопсис и мошенники активизируются они вам там они продадут сотни людей папа 100 гривен по 80 гривен детку какой-то орхидеи которую может быть купили там гривен по 40 может быть у них там где-то наросло они вам продадут она у вас процвет вообще по-другому ну а выше не побежите к ним за 80 гривен ругаться ну в общем вот так вот работает и да я вот так вот попалась дальше случае тут я проскочила девушка мне предлагала предлагала мне очень хотелось эту орхидея она мне предложила прям то что я хочу и первое что меня смутило меня всегда это смущает когда говорят ой вы знаете у меня фото цветение не сохранилось или ой вы знаете она цена но я как-то не сфотографировала ридом не все равно некрасивая черновое размытое любое фото нет но она у меня цвела честно я абсолютно уверена что это это орхидея но фото у меня не сохранилось бывает но вот все равно меня это кстати немножко задевает и в общем я поспрашивала есть много групп занимающихся тем что выкладывают орхидейных мошенников номера их карт номера телефонов еще чего то то есть люди могут менять имена да в социальных сетях но какие-то вещи остаются те же самые их можно по этим вещам раскусить и мне написали что но девушка не не столько мошенница скажем так потому что орхидея она все-таки присылает но всего у пары людей из всех отзывов их было очень много процели по сорту и то тут найти такой вот кто просто хотел там желтенькую орхидеи ему пришла желтенькая орхидея неважно какая главное что желтенький фаленопсис у остальных цвело не по сорту и я поговорю с девушкой ну отказалась потом кто-то может видел фейсбуке я выкладываю весной обычно такой длинный список чего я хочу и прошу мне предложить если у кого-то есть и обычно вот здесь налетает мошенников просто тьма самое смешное давайте из этих случаев было опять-таки не попалась но значит мои же фотографии ко мне приехали приехали мои же фотографии мне показывают мои же цветения обрезанная вот там где была подпись потому что я обычно раньше ставила подписи где-то вот так через цветы и кто меня смотрит очень просили пожалуйста юль ну ставь подпись где-то внизу чтобы она не мешала оценить красоту цветения я так и сделала подпись отрезали и мне думаю блин ну и что же я не узнаю без подписи свою фотографию нет конечно конечно я узнала говорит слушай а тебе не стыдно на что меня заблочили быстренько заблочили и вот тогда я меня пронесло а также мне приходили фотографии я их узнала это фотографии девушки мне очень нравится ее коллекция на форуме мы познакомились и я на форуме видела эти фотографии они старые еще вот наверное год за 2018 если не шестнадцатый да и блин я их реально узнала и написала нет извините но я знаю человека кому принадлежат эти орхидеи вы не она поэтому до свидания у вас ничего не получится теперь с именами есть такой заказ шебека его собирала привет шебека пусть векнется очень многих она кинула очень на большие деньги хотя перед этим она возила и я проскочила потому что я у нее брала огромный мешок коры на 40 литров и мне он пришел он мне пришел но я его брала по на ложке вот так вот я его получила то есть окей и я поучаствовал в этом заказе шебека но меня пронесло потому что я отсрочила оплату я не заплатила ей и я и сказала что я заплачу когда орхидеи придут я заплачу сто процентов в общем как-то и как-то это замялось и в общем я и не заплатила за орхидеи а потом начался кипиш и очень многие заплатили заплатили большие суммы были заказы и по 7000 гривен и это больно ударило по карману и девчонка пропала пропала напрочь вот вот такая беда теперь без имени есть поставщик я живу в одном городе с этим поставщиком я хорошо ее знаю я у нее когда-то брала потом мне как бы я перестала покупать подобные орхидеи и вот она предложила заинтересовавшую меня орхидею я ее заказала в декабре прошлого года я ее оплатила потому что я знаю этого человека и как бы почему нет и вот уже прошел почти год ни слуху ни духу про эту орхидею ответ знаете как в чат-боте здравствуйте когда приедет здравствуйте скоро будет ожидайте на попытке выяснили ну ты скажи они там приедут не приедут или может они там доращиваются или может еще к вам с ними какая-то ну ты ты мне скажи ответ скоро будут ожидайте мне не очень такое нравится девушка не мошенница она присылает орхидеи они цветут по сорту все нормально но такой очень неприятный момент я забросила этот заказ месяца на 4 и за эти четыре месяца мне никто не удосужился написать здравствуйте мы знаем что у вас там висит такое там заказе извините пока она не приехала ожидайте я не увидела ни разу у неё на странице хотя бы один баннер из серии уважаемые покупатели кто заказывал такую-то орхидею не переживайте там так так то так то случилось если вы хотите мы предлагаем вам возврат денег или вы можете там эту вашу оплаченную сумму перенести на другой заказ или взять из наличия да то есть ну какой бы у тебя не был оборот как бы там успеваю я не успеваю это никого не интересует ты продаешь ты должна доносить информацию это очень неправильное отношение к покупателям мне это не понравилось и я таки решила вернуть деньги большой ей плюс я написала ей написала свои реквизиты все и попросила вернуть вот такую-то оплаченную мною сумму за такой-то заказ мне написали здравствуйте спасибо хорошо и на следующее утро мне вернули деньги поэтому но на самом деле все круто все честно но вот здесь возникает вопрос представляете сколько людей вот так вот заплатил они уже больше года ждут я не просто забили забили забыли забыли и этот продавец она им не напишет ой здравствуйте девочки уже там прошло больше года это орхидея не приехала я хочу вернуть вам деньги то есть нет по сути вы деньги подарили и как бы да как бы она не виновата вы же сами и перечислили на карту но по-человечески она должна была сама уже связаться со всеми кто участвовал в этом заказе или же написать опять-таки большой баннер закрепить у себя вверху на страничке и попросить всех кто участвовал написать ей чтобы она вернула деньги или этот вопрос решился как-то по-другому вот единственное что она же написала про этот заказ это то что ой девочки они же приедут но они приедут подросшими а это было еще господи дай боже наверное весной поэтому же цена изменилась поэтому девочки кто хочет значит вот такие будут стоить столько-то вот такие столько-то надо подоплачивать там доплачивать надо было что-то в районе 50 и 100 гривен и я знаю многих кто реально доплатил и дальше ждет но пока ничего не едет пока неизвестно и это не случай когда вот она мошенница обманула но я бы не сказала что это совсем добросовестный продавец или продавец с правильной позиции продажи и вот того как доносится информация к людям поэтому вот такое бывает бдите бдите записывайте записывайте что и у кого вы заказали потому что я не записываю я иногда не помню но так я покупаю у людей проверенных я могу себе иногда позволить что-то где-то призабыть вот поэтому не попадайтесь и я думаю что есть люди которые да действительно вот так вот забыв подарили кому-то свои деньги орхидеи к ним так и не приехали вот и уже боже мой на 14 минут наговорила расскажу вам еще один случай мошенничества который произошел не со мной но в следующем видео думаю вам будет тоже интересно на этом все подписывайтесь на канал ставьте лайки да пошли немножко такие грустненькие видео прошу прощения но сейчас как раз сезон сезон обмана в архамире поэтому поэтому вот так вот на злобу дня буквально можно сказать ну что ж на этом все всем большое спасибо конечно же солнечных дней пышных цветений и чест к продавцам вам пока пока